Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем прямой эфир. Наш телефон 737-7310. Студия. Я Юрий Котлеревский. В гостях у нас сегодня Андрей Иванович Садовый, лидер партии «Самопомич» и мэр города Львова. Еще раз вы можете обращаться со своими пожеланиями, с вопросами к нашему сегодняшнему гостю. Мы закончили предыдущую часть нашей беседы. Как раз говорили о возможностях или о тех затруднениях, с которыми сталкиваются новые руководители Украины по поводу люстрации. Страшное слово. Надо было все это делать, конечно, раньше. Но лучше поздно, чем никому, говорят в Одессе. Поэтому хотелось бы знать, что по люстрации на будущее для нас, для всех граждан Украины видите вы, Андрей Садовый. Знаете, в моем понимании иллюстрация – это персональная ответственность. Когда формировали правительство полгода назад, я думал, что, наверное, на должности будут брать людей, которые самые образованные и готовые для того или другого министерства. И дадут им возможность самостоятельно подобрать команды. Что получилось? Фракции, дележка, это тебе, это мне. И пришли такие люди, что я бы многих из них начальниками ЖЭКов бы не взял, потому что мне жаль людей. И это обидно. И мы видим сегодня результат, что реформ нет. Только бла-бла-бла. Разговоры об этом. А сегодня каждый день промедление смерти. Потому что в стране тяжелая ситуация, война, враг. Нам нужна реформа нашей страны. Поэтому, в-первых, когда назначаются новые люди, они должны быть порядочными и профессиональными. А не просто ставленники политиков по квотам. Это преступно. Сегодня вот эти квотные принципы деления. Надо просить на коленях умных людей, чтобы они согласились пойти работать на те или другие должности. Тогда будет результат. А если говорить о тех жуликах, которые при власти, надо просто их убрать. Для этого есть полномочия президента. Для этого есть полномочия генерального прокурора и министра. Давайте поставим на эти должности адекватных людей. И должна быть их персональная ответственность. У меня очень просто. Если проблема в городе, кто виноват? Я лично виноват. Если в министерстве проблема, кто должен быть виноват? Министр лично. Если в правительстве кто? Премьер-министр. И все. Решаются все проблемы. Я знаю десятки людей, которые стоят в замах губернатора, в замах министра и уже 20 лет стоят на вторых должностях, ничего не делая, играя вот эту административно-бюрократическую игру, играя во всякого рода бизнес-проекты, сбрасывая государственные деньги на аффилированные коммерческие структуры и прекрасно себя чувствуют. Не то, что ничего собой не представляют в профессиональном плане, а и даже не претендуют на это. У нас снова звонок в эфир. Да, пожалуйста, говорите. Добрый вечер вам. Добрый вечер. Надо видеть человека, который с городом ничего не делает страшного. Вот вы скажите, пожалуйста, господин Созавой, у вас в Альгоф кто-нибудь трамваи уничтожает, кто-нибудь бутылки убирает с мостовых, кто-нибудь старые, такие ажурные, литые конструкции вокруг садиков ограды убирает? Чугунное литье. Вы мне объясните. Я видел фотографии, друзья рассказывают, стоит все на месте. Как можно? Вот вы правильно сказали, каких людей нельзя допускать власти. Полнотесть уничтожена всей красоты. И кто может прийти, чтобы что-нибудь сделать? Вопрос ясен. Спасибо. Большое спасибо. Понимаете, вот эта историческая часть наших городов, это бриллиант, который надо беречь. Который достался нам по наследству. Он будет кормить детей, внуков, все последующие поколения. Я вам больше скажу. В советское время у нас, конечно, с центра во многих местах убрали брусчатку. Что мы сейчас делаем? Мы возвращаем туда брусчатку. Мы сейчас во Львове делаем наши украинские низкоподлаговые трамваи. Это предприятие «Электрон». И вот в этом году была выставка в Берлине. Мы туда вывезли наш новый низкополовый трамвай. Это был фурор. Фурор. Много заказов по всему миру, потому что он дешевле в два раза, чем «Сименс», чем «Бомбардье». Качество прекрасное. И у нас такие трамваи сейчас есть. Но мы очень бережем то, что есть старое, потому что это наследие. И мне очень приятно, что нам помогают немцы, нам помогают поляки, даже Норвегии помогают. Не только понимание от собственной страны, что ни копейки на историческую часть за последние шесть лет мы не получили от государства. Поэтому надо менять принцип распределения денег. Надо, чтобы решение о деньгах принималось в городе. Тут на месте лучше видно и надо, какую улицу ремонтировать, что реставрировать. Но еще раз говорю, надо делать все возможное и невозможное, чтобы старые здания не рушили. Потому что никто уже это не восстановит. А Одесса — это море, это атмосфера. И вот эти прекрасные дворцы, здания, которые были построены там 100, 200, 300 лет назад. Поэтому, люди, я вас очень прошу, берегите это. Берегите, не давайте никому это разрушить. Ну, видите, у нас тут главный наш правовед все время пытается построить здания, причем огромные высотные здания, не в 100 метрах от берега, а прямо на берегу. Хорошо зная, что это законом запрещено. И на любой протест по этому поводу рассказывает, что он нам сейчас даст бесплатную юридическую консультацию, из которой вытекает, видимо, что это делать можно. То есть мы все время сталкиваемся с тем, что люди, прорвавшиеся к власти, занимаются полным беззаконием, даже имея высшее юридическое образование, даже, говоря, деленичный участок. Есть у нас такие грамотеи в правительстве и в руководстве. У нас, к сожалению, все это вот таким образом выглядит, что вот по неволе завидуешь Львову. Я очень хорошо помню, как у нас достаточно давно была такая вот придумана история, значит, что Одесса и Львов сотрудничают. Во-первых, мы обменялись в 50-е годы театрами. Для усиления советской пропаганды был отправлен театр советской армии из Одессы во Львов, а театр мускомедии сюда и стал знаменитым одесским вот этот театр мускомедии. У нас было соревнование между Львовом и Одессой. Был даже такой анекдот, что как победить в соревновании, это послать нескольких начальников ЖЭКа из Одессы во Львов, и тогда мы победим. То есть на самом деле, как бы город не чужой. Но почему такие разные результаты? Все дело только в личности мэра или все-таки есть что-то еще и в населении? Я думаю, что люди везде одинаковые. И люди, если честно, хорошие. Просто проблема, что у нас людей очень часто обманывали и обманывают. И самое главное просто стать взрослыми. Понимаете, я понимаю, что мы все там воспитывались на сказках, где все по щущему велению, где там молочные реки, кисельные берега, а европейские сказки немножко другие. Там гномики очень тяжело работают. Каждый день тогда есть результат. Я когда-то Гурвица спрашивал, почему вы бы не хотели, чтобы у нас было такое большее сотрудничество? Потому что в этой стране, ну, есть Львов, есть Одесса, но другие города немножко другие. Если мы будем вместе, будет больше пользы. И он как раз сказал мне, понимаешь, в советское время было вот это соцоревнование. И как-то он не хотел идти вот на такое сближение. А я считаю, что надо нам быть ближе. Надо, чтобы было авиационное сообщение между Львовом и Одессой. Потому что мы очень близки. Вот этот дух вольного города, он и для вас, и для нас, он родной. Это наше. Это тоже очень важный вопрос. Потому что я знаю, что мэр Садовый очень серьезно настаивал на возвращении Магдебургского права. Это в стране, где левобережная Украина избавилась по существу от крепостного права. Только в начале 60-х годов 20-го века. А у вас была ссылка на то, что Магдебургское право было в правобережной Украине еще в 13-14 веке. Такой социокультурный, геополитический, исторический, ментальный разрыв в рамках одной и той же державы. Это достаточно опасное, такое тектонически опасное противостояние. Что с ним делать? И если можно поподробнее о проекте возвращения к Магдебургскому праву. Не многие знают, что это такое. Многие знают слово «кризис», правда? Но многие, наверное, не помнят, что самый большой кризис в истории Европы был как раз в средние века. И что сделали правители стран? Они полномочия отдали городам. И тогда возникло название «Магдебургское право». От города Магдебурга, где все эти права были первыми присвоены. И тогда города начали очень быстро развиваться. Они, знаете, подняли страны. То же самое и сегодня можно сделать. Мы имеем в стране 500 городов. Это 500 турбореактивных двигателей, которые сегодня работают на холостом ходу. Если дать возможность городам развиваться, они выведут страну на совсем другой уровень развития. Но для этого очень важно, чтобы мы имели ответственную власть в наших городах. Чтобы вот в депутаты, когда будут следующие выборы, одесситы избрали тех людей, которые самые моральные, самые честные, самые образованные. Тогда будет результат. Спасибо. Звонок в студию, пожалуйста. Говорите. Алло. Алло, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я очень рада приветствовать мэра Львова в Одессе. Мы и лидера партии. Я бы очень хотела, чтобы он был у нас тоже мэром по совместительству, если бы это можно было бы. Вот. Поэтому завидую Львову. Можно, простите, я не знаю вашего отчества. Андрей по отчеству Иванович, кажется. Да. Можно просто Андрей. Еще не так старт. Можно просто Андрей? Да. Да. Будьте добры. Я бы хотела, чтобы вы прокомментировали такую вещь. Вот смотрите. Вот сейчас вроде бы у нас все демократы. Но мы же... Революция гидности прошла. А все, значит, все пошли на выборы и все на работе. Это уже нарушение. Правильно? Не бывает же мелочей. И так во всем. Допустим, нельзя рекламы на маршрутках. Она есть. И, ну, во всем, вот куда ни глянь, везде нарушения. Везде. Вот в Азове, значит, есть... Значит, которого управляет Азов, командир, он нацист. И у него нацистские взгляды. И он сейчас баллотируется. Это вы имеете в виду батальон Азов, да? Да, батальон Азов. Белецкий, Андрей Белецкий. И на это он в Народном фронте баллотируется. И все закрывают на это глаза. А вот мэр Звова бы не закрыл на это глаза. И он бы не закрыл ни на что глаза, ни на какие любые нарушения. Вот я бы хотела, чтобы вы прокомментировали. И второе бы рассказали о своей команде в Одессе. И где ваш штаб находится, чтобы можно было бы познакомиться с вашими выдвиженцами. Спасибо вам. Большое спасибо за ваш вопрос. Вы правы. Надо делать все честно. Допустим, поскольку я 50-й в списке самопомощи Верховный Совет. Я сегодня в отпуске, который я официально написал. И я сегодня работаю здесь. Я рекламирую партию. Я рекламирую тех людей, которые вместе с нами идут. Это все очень уважаемые, хорошие люди. Это тот же Егор Соболев, который автор закона о люстрации. Это очень принципиальный, честный человек. У нас также в списке Семен Семенченко. Это человек, который имеет обостренное чувство справедливости. Ему сейчас очень трудно, потому что очень много против него выливается информации неправдивой. Но он это с честью перейдет, я уверен. У нас люди, которые сами себя сделали. Это и госпожа Сыроид. Это очень известный юрист. Это Алексей Скрипник, который создал компанию, где работает тысяча людей. Это самодостаточный... Если можно немножко об одесситах. Одесситах. У нас в списке Одессит занимает третье место после меня в списке. Мы только сейчас начали формировать здесь группу людей поддержки. Если можно, мы дадим дополнительную рекламу у вас на телевидении, чтобы больше рассказать, куда можно обращаться по самопомощи. Для меня самое главное – это прямое общение с людьми, потому что у нас нет денег на большое количество бигбордов или большое количество рекламы. Мы имеем уважение и просим местное телевидение больше рассказывать, потому что здесь все-таки приглашают. Мне очень приятно, что сегодня, будучи в Одессе, я имею возможность напрямую так с вами общаться. Для меня это очень большой плюс. Поэтому мы вот эти две недели, конечно, больше дадим информации, самопомощи, что мы делаем, как мы делаем. К нам очень много людей просилось, но я очень и очень осторожен. И надо очень думать, когда кого-то берешь в команду или в список. И мы очень многим отказали. Спасибо. Следующий звонок, пожалуйста. Вы в студии. Говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Два вопроса, господин Мусадов. А как вы смотрите на то, что вы с таким опытом мэра Львова собрали бы, как у нас в Одессе говорят, ликбет для всех мэров городов и как-то поделиться с вашим богатым опытом? Я боюсь, что мало что получится. Непонятно, кто кого чему будет учить. Я всегда открыт. Я когда был несколько месяцев назад, я заходил к вашему мэру, я сказал, что я готов, чем могу помочь своим опытом, какими-то советами. Пожалуйста, мы открытый город. И многие мэры приезжают, перенимают опыт. Мы город, который имеет самое большое сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития. Самое большое среди всех городов. Это живые деньги, которые мы получаем. Мы имеем очень много грантовых денег благодаря этому. Но, понимаете, это совсем другой принцип работы. В чем он заключается? Если, допустим, мы берем европейские деньги, мы уже тендер проводим не по украинскому законодательству, а по европейскому. И там берут участие многие международные компании. Понимаете? А прием тогда работы в эксплуатацию, уже когда работа закончена, принимает не местное УКБ, с которым можно где-то что-то договориться, а принимают международные тоже компании. У нас французы принимают работы во Львове, допустим. Француз, который получает зарплату 10 тысяч евро, то он в жизни никогда не пойдет никакое нарушение. Это совсем другие принципы. И вы тоже можете иметь то же самое, только нужно ваше желание, но тогда уже коррупции не будет. Мне кажется, что на мэра учить готового мэра бессмысленно. На мэра нужно учить того, кто мэром станет через 10-15 лет. Еще один звонок, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что во Львове делается по популяризации здорового образа жизни среди молодежи? И как к вам попасть на прием по этому вопросу в городе Львове? А вы запишите, пожалуйста, мой рабочий телефон. Это Львовский 297-5900. Еще раз медленнее, пожалуйста. 297-5900. Перезвоните, пожалуйста. Если захотите во Львове прийти, мы всегда с радостью вас примем. Я скажу вам, что делает самопомощь для здорового способа жизни. Пятый год подряд мы во Львове имеем такой большой ярмарок спорта, где собираются все федерации города, которые есть. Это больше сотни федераций. И они все в течение 3-4 дней делают мастер-классы для детей наших. Когда мы первый раз это в городе сделали, у нас после вот этой ярмарки спорта на 25% возросло количество детей, которые записались в секции. Они не пошли где-то в подворотни, они пошли заниматься спортом. И не только боксом и футболом, то, что видно по телевидению. А это плавание, это стрельба с лукба, это регби, это гонбол, баскетбол, волейбол. Все виды спорта. Потому что в здоровом теле здоровый дух. Я сам занимался, дети мои занимаются. Это очень важно. Надо, чтобы дети были здоровые физически, чтобы имели музыкальное образование, чтобы знали языки. Надо этим заниматься. Но для этого нужно иметь еще более-менее здоровую экономику, которая может отчислять деньги. Потому что если нет в регионе денег, спорта там не будет. Это уже доказанный факт. Нужно что-то делать с тренерами. Они у нас или нищие фанатики, или люди, которые уходят из профессии. Уходят хорошие тренеры. По разным видам спорта. Одесса с ее славными олимпийскими традициями сегодня сидит в спортивном плане далеко позади многих городов. Почему? Потому что у нас достаточно убогая, к сожалению, экономика. И нам нечем кормить спортивный мир. Нечем. Если он не самоокупаемый, то нам очень трудно ему помогать. Просто не отчего. Говорится, нет на вашу голову Сергея Уточкина. Да. Который в свое время просто держал один все виды спорта на себе. Был такой великий человек в городе Одессе. Это очень важно для каждого города. Я думаю, что есть очень много небедных людей, которые могут помогать той или другой федерации. Это очень важно. Потому что для детей получить хорошее физическое образование. Я понимаю, что не все будут чемпионами мира, олимпийскими чемпионами. Но, понимаете, спорт дает силу, дает понимание личного достоинства. Это важно. И люди, которые занимаются спортом, еще имеют музыкальное образование. Они же и учатся намного лучше и намного хорошие имеют результаты. Спасибо. Очень хотелось бы еще понять, каким образом у вас осуществляется все-таки подбор кадров. Потому что у нас ведь на престижные управленческие чиновничьи места с не очень понятной содержательной частью профессии очень часто претендуют молодые люди. Но это молодые люди, они молодые по профессии, а не по возрасту. Это очень разные люди. Потому что люди молодые по возрасту, когда они приходят в политику или вообще в любой другой вид деятельности, они начинают его реформировать под себя. А вот те, которые политики по профессии, они используют возрастную квоту, чтобы занять место начальника бывшего, своего как бы политического отца. И делать то же самое, что и он. А он чего делал? Ну, естественно, набивал карманы. И он и следующее поколение этому научит. Вот я бы хотел видеть молодых и молодых. Это очень разные молодые. У вас есть такая проблема? Вы ставите очень умные вопросы. Я больше не буду. Большое вам за это спасибо. Я всегда приглашаю людей на работу, которые умнее от меня. Когда я начал работать, я понимал, что уровень профессионального уровня достаточно невысокий в городе. Что я сделал? Я по экономике пригласил хорошего заместителя с Франковска, по финансах с Луцка, по ЖКХ с Киева. По медицине была большая проблема. Искал хорошего медика на управление медицины. Пришли наши кланы, предлагая своих кандидатов. И там все, что возможно с этим. Большое спасибо. Я взял Чернигова, Владимира Зуба, который раньше у нас работал в городе, защитил кандидатскую диссертацию. Там был зам главного врача областной больницы. Для меня умный человек – это как кислород. Я очень люблю брать таких людей на работу. Но и надо спрашивать с них. Должна быть конкуренция. У меня шесть районов в городе. И у меня каждый месяц конкуренция между районами. Кто лучше работает, лучшие результаты. Кто 2-3 месяца плохо работает, до свидания. Все, кто работает на должности, они знают, что если я завтра на ту или другую должность найду лучшего человека, я его возьму. Потому что для меня вчерашние заслуги уже не имеют значения. Надо сегодня быть в форме, а завтра быть лучше, чем сегодня. Вы знаете, Андрей Иванович, пока вы говорили… А, да, спасибо. Еще один звонок. Прошу вас. Вы в студии. Говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как у вас работает медицина, медицинское обслуживание, и берут ли врачи большие вне акции? Большое спасибо. Я думаю, что медицина – это боль всех городов нашей страны, потому что у нас по законодательствам медицина безоплатная. Но этого же нет. Она же безоплатная где? То, что я говорил, в феофании, для депутатов, для министров. Поэтому надо все переводить на страховую медицину. Насколько это можно? Мы, конечно, помогаем медицине с тех средств, которые имеет город, покупаем оборудование и даем возможность более-менее нормально, чтобы оно все было. Но реформа нужна в стране, потому что ее очень трудно сделать в отдельном городе. И ни Одесса, и ни Львов не сделают. Но те факты, которые я сегодня услышал в Одессе, для меня это очень большая боль о медицине, потому что, понимаете, здоровье человека – это превыше всего. И тут один из первых законов, который надо будет все-таки принимать в Верховном Совете – это страховая медицина. Надо не бояться, а делать это. Потому что главное, чтобы люди были здоровыми, надо их просто лечить. У нас самый большой, как бы, такой узел проблем связан с тем, что у нас больных и немощных становится больше, чем тех, которые постоянно работать и их кормить. У нас есть две проблемы. Первая – трудоустроить работоспособных и прохормить нетрудоспособных. Поскольку статистика этих двух групп резко меняется не в самую лучшую сторону, нам хотелось бы видеть, ну, как бы, системную технологию работы с такого рода обществами. На Западе такой опыт велик. Там тоже стареет население, но там нету такого количества просто нищих, обездоленных, больных и старых людей. Да, вы правы. У нас, как бы, социальная заостренность, социальная направленность государства очень сильно отстает от того, чего хотелось бы. Еще звонок в студию, пожалуйста, прошу вас. Говорите. Да, здравствуйте. 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 Ну, что я могу сказать? Я хотел много сказать, но я хочу сказать коротко. Паны Садовы, якшо вы та людина, якою вы представляетесь вот сейчас, то я вам оплодую. Зараз. Я вам оплодую. Я не очикывал все. Я российскомовный человек. И мне очень приятно то, что вы, как гражданин, тем более руководитель Львова, не гнушаетесь, разговариваясь с русскими людьми по-русски. И все остальное, что вы говорите, вызывает, коротко говоря, у меня аплодисменты. аплодисментом. Но я могу ошибаться. Поэтому я буду за вами следить. Ну, и подъехал, понимаете, что это не только я. Спасибо. Если вы обманете, если вы окажетесь в реальной жизни не тем, чем вы выглядите сейчас, то, к сожалению, усилится не совсем хороший взгляд не будем уточнять моментом, так сказать, касающимся... Спасибо, спасибо. У нас не очень много времени, извините. Большое спасибо. Понимаете, моя жизнь – это жизнь в аквариуме. Тебя видят каждый день с утра до вечера. И так должно быть в политике. Просто мы уже настолько привыкли к этой двойной, тройной жизни, к этим стандартам среди наших политиков, что это уже просто когда что-то более-менее появляется другое, мы думаем, что такая это аномалия. Я всегда беру на работу тех людей, которые имеют, понимаете, имеют Бога в сердце, которые нормальные люди, и надо им помогать. Вот самопомощь – это те люди, которые идут в списки, которые образованные, которые профессионалы, которые сами себя сделали. И мне за честь вместе с ними быть. То, что я делаю, это всегда на виду, потому что мэр на виду с утра до вечера каждый день. Поэтому большое спасибо за ваши слова. А то, что вы говорите, надо контролировать обязательно. Еще раз напоминаю, святые на небе. Тут люди грешны. Поэтому всегда должен быть контроль от медиа, от общественности, чтобы не дать человеку куда-то пойти не в ту или другую сторону. Спасибо. У нас действительно есть целый ряд вопросов к тем акциям, которые проводятся сейчас внутри государства. В частности, люстрации. Не верят люди, что люстрацию удастся организовать справедливо. Смотрите, началась народная люстрация снизу. Я не одобряю методов, но сама мотивация очень хорошо понятна. Вместе с Ленинападом началось путешествие чиновников в мусорные корзины. Причем массовое. Почему? Потому что то, что делается, уже больше сил не терпеть. Ждем третьего Майдана или прорыва вот таким вот акциям, связанным со снятием Ленина, как демонстративным актом, или как переадресовка чиновника, берущего взятки, на дно мусорной корзины. У нас ведь еще и обнаружились деятели в военных комиссариатах, которые в период военных действий умудряются покупать себе дорогие иномарки, и главное, не скрывая это все делать, настолько не скрывая, что даже и по телевидению это показывается, они продолжают оставаться на своих местах. Вот мне все-таки кажется, что у вас немножечко в этом плане как бы давление правонарушителей на закон меньше, чем у нас. Ведь закон работает тогда, когда людей, готовых его нарушить, 15-20%, когда их 80% остальные не удержат законности. Ведь правоохранительные органы существуют для того небольшого процента, который переступает через закон. А значительная часть людей боится наказания и не хочет переступать, даже если они не очень честны там как бы по воспитанию. А вот получается совсем другое. Когда значительная часть людей готова нарушить закон, правоохранительные органы не могут держаться. Не видите ли вы, что на Украине западной в этом плане статистические отношения между группами людей по обе стороны закона разные и сильно отличаются от наших? Понимаете, я не вижу большой разницы между людьми, которые живут на востоке, на западе, на юге. Это все те же люди. И поверьте, вопрос коррупции, он же так же актуален, что и во Львове, и в Одессе. И проблема в том, что есть очень большая централизация власти. И когда назначают кого-то с Киева, а это вор, и надо это терпеть, это абсурд. Поэтому надо что сделать? Просто передать больше полномочий на места, чтобы была муниципальная милиция, чтобы граждане сами избирали, кто будет этим начальником этой милиции, чтобы он был подотчетен. Это же было до 90-го года. Понимаете? И порядок был тогда. Просто во время строения страны, понимаете, очень многие просто воспользовались доверием людей. И третий Майдан мы уже не переживем. Мне кажется, что тут есть еще один момент. Мы из разных культур берем и заимствуем, иногда не самое лучшее. Вот стали говорить о Болонском праве. Кто это стал говорить? Мошенники-взяточник. Вся Одесса его знает. Кто стал говорить о Венецианской комиссии, из которой его вытащить невозможно? Мошенники-взяточник. Что случилось с городом, со страной, которая, понимая, что человек непорядочен, много раз фальсифицировал выборы, занимается рейдерством, и все равно, пользуясь существующими щелями в законодательстве, рвется в Верховную Раду и будет там делать все то же самое. Не владея русским языком, будет воевать с украинским, например. Вот что делать с ситуацией, когда, с вашей точки зрения, потому что каждый из нас имеет свой рецепт, лично для себя. Ваш рецепт, это рецепт вообще огромной массы людей, уважаемого, дорогого нам города Львова. Поделитесь, пожалуйста. Главное, не быть байдужими. В больших краинах света есть норма в законе, которая штрафует людей, которые не ходят на выборы. Потому что это ответственность. Если 100% всех одесситов прийдет на выборы, я уверен, что вы сможете выбрать лучших из лучших. Если много кто будет сидеть возле телевизора и думать, что это ничего не выйдет, зачем это надо. Они все равно напишут, что им нужно. Не надо. Надо идти, надо быть активным, надо быть принципиальным. Давайте бороться за наш завтрашний день. Если мы этого не сделаем, мы себе никогда этого не простим. Не верите себе, верьте своим детям, верьте своим внукам. Помогите им, чтобы они быстрее жили нормально. Потому что наша жизнь, она непростая. Мы проходили очень сложные периоды. Понимаете, это такие реалии. Звонок в телестудию, пожалуйста. Говорите. Не получилось, сорвалось, да? Извините, что перебил. Просто у нас самое главное это телезритель в нашей студии. Понимаете, еще раз говорю, главное не верить чудеса, а главное просто каждому на своем месте хорошо делать свою работу. И просто не бояться. Когда ты делаешь добрые дела, тебе весь мир помогает, тебе Бог помогает. Я призываю вас всех просто быть активными, любить свой город, любить свою страну. И все у нас получится. Спасибо. Дорогие телезрители, у нас в студии был мэр города Львова, лидер политической партии «Самопомощь» Андрей Иванович Садовый. Добрый вечер. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова